Ну что ж, закончился самый позорный чемпионат мира по футболу. Я очень рад, что вся эта вакханалия подошла к концу. Не менее интересным был, конечно, финал. Какие-то люди попытались выбежать в форме полицейских, их тут же скрутили. Может быть, станет известно, что они этим хотели сказать. Конечно же, крупно их не показали. Для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не прочитал, что там на них написано или что они там выкрикивали. Самым интересным моментом, я считаю, конечно же, был момент награждения. И знаменитый дождь, а самое главное зонтики, которые уже успели все обсудить. Меня, конечно, поразило. Я смеялся в голос, когда в момент проливного дождя над российским царем открыли большой черный зонт. И в то же время его не нашлось ни для рядом стоящего и мокнущего Макрона, ни тем более для женщины, главы Хорватии Каринды Грабар-Китарович. Она стояла и мокла, как и все остальные. При этом пять минут Путин продолжал делать вид, что он ничего не замечает. Ну, что бы сделал на его месте нормальный мужчина? Он бы тут же обернулся и сказал, послушайте, поставьте зонтик над женщиной. Это, в конце концов, неприлично. Ведь за нами наблюдают. Нет, у Путина даже мысли об этом не возникло. Потому что зонтик над головой Путина для него это такая же естественная вещь, как если бы вообще ему поднесли и сзади под попу подставили трон, для того, чтобы он не просто стоял под зонтиком, а, например, посидел немножко на церемонии награждения. Интересно также и то, что дождь был настолько сильным, что этот цареугоднический зонтик все равно не спас царя России. Он все равно стоял весь мокрый. Но сам факт того, что ему был необходим зонтик над головой, сам факт того, что есть еще в России халуи, которые заботятся о здоровье своего царя, вот это было самое важное. Я смотрел и думал, найдется ли в конце концов зонтик для этой несчастной Калинды. И оказалось, зонтики нашлись, правда, для Макрона и для остальных Калинда так и стояла мокрая. В общем, в этой картинке я бы сказал вся современная Россия. Старый маленького роста плешивый человек стоит под огромным черным зонтом. Весь мир наблюдает за тем, как ему прилюдно вылизывают задницу. В то же время остальные правители, которые все-таки приперлись на этот позорный чемпионат, стояли и мокли рядом, как холопы. Слава богу, что в финале не оказалось немецкой команды. Мне было бы отвратительно видеть, если бы на месте Макрона стояла бы еще и Меркель. Интересно, что шило в мешке не утаишь. И даже каким бы ты не хотел казаться демократичным и крутым, в конце ты все равно жидко обосрешься. Если ты царь такой страны, как Россия, если тебя зовут Владимир Путин.